Юрий Иванович, во-первых, хотел вас поздравить с этой победой, вашей очень редкой в наше время. Наверное, даже впервые такое происходит, что многие люди пытаются через суд добиться справедливости в таких вопросах. Ни у кого ничего не получилось. Почему получилось у вас? Интересно. Ну, хотелось бы сказать, что у нас получилось еще в 2010 году с вами по проспекту Мир 83, тогда в несудебном порядке мы дошли. В несудебном у нас много порядка, а вот в судебном... Да, тогда Лужков, когда он лично сказал, что отказать в строительстве дома. Это был дом по проспекту Мира 83, когда у нас тоже на зелененной части, в дворовой территории пытались поставить два небоскреба 76 и 46. Семь лет мы бились, но в несудебном. Сейчас получилось в судебном порядке, потому что уже принят жилищный кодекс, есть постановление пленом и Верховного суда, который четко указал, что даже если пунктом 67 и 68 этого постановления 10.22, что если земельный участок не поставлен на кадастровый учет на квартиру дома, он в силу закона является собственностью города. Но собственник Департамента городского имущества на имущество не может распоряжаться этим земельным участком, который должен быть сформирован по домоквартирному дому. Мы этим и воспользовались, потому что представили суду первой инстанции Тверского суда документы и правоустанавливающие, и правоподтверждающие. Это 1973 года и 1985, на момент первой приватизации. Представили документы о том, что этот земельный участок уже находится у законных владельцев, подтверждающий. Это технический паспорт домовладения, план земельного участка и техническое заключение, экспертное техническое... Где вы эти документы получили? МОСГОРБТИ, они обязаны выдавать по запросу жителей. Эти документы, они в свое время должны были передать до 2007 года в кадастр недвижимости. И должны в рамках этой работы, данные земельные участки должны были поставлены на кадастровый учет. Но город этого не делал. Он игнорировал эти требования, и я понимаю, что пытался таким образом себе землю у жителей отбирать. Что в данном случае на этом земельном участке произошло? Город, проведя публичное слушание по отмостке этих домов, в каждом доме указал, что менее нормативной площади под каждым квартирным домом, он, тем не менее, даже не набрался смелости утвердить этот проект межевания своим распоряжением, что исключило возможность в данном случае обжаловать собственникам помещения квартирного дома этот проект межевания, как не соответствующие требованиям закона. Мы пошли по другому пути. Мы предоставили всю документацию по земельному участку собственников помещения квартирного дома Цандера-7. Заказали техническое заключение экспертное о том, что выделяемый по договору безвозмездного пользования земельного участка, который город предоставил казенному предприятию под строительство дома, о том, что он накладывается на земельный участок законных владельцев дома. Мы пытались суду донести, стекли его Тверского суда о том, что собственность подразумевает право владения, пользования и распоряжения. Но в силу закона, если земельный участок не поставили на кадастровый учет, собственники не вправе им распоряжаться. А пользоваться и владеть, это их законное. Вот распоряжаться они не могут, но владеть это никто не может. Вот на этом мы пытались донести до него. Естественно, там были грубейшие нарушения. Мы подготовили апелляционную жалобу на фактически более полусотни страниц. Обосновали незаконность, необоснованность этого решения его Тверского суда, стекли его судьи. Потому что там были не только нарушения нормы материального, но и нормы процессуального права. Но обжаловав, удивлены. Удивлены, что город уже на ранней стадии, на стадии апелляции принял нашу сторону, удовлетворил иск, отменил решение стекли его. И решение района суда отменено, принято новое решение, удовлетворены исковые требования. Но мы его еще не видели. Но город не собирается его оспаривать. Ну как не собирается, навряд ли они не собираются. Мне звонили с Моском архитектуры, они как бы, это что, неужели так принято? Я им объяснил, представились из Моском архитектуры, они не присутствовали там, что действительно принято новое решение. Я говорю, да, иск наш удовлетворен. Они обязательно будут оспаривать его в Кассоном. В Кассоном суде. Поэтому, ну, я думаю, не буду говорить забегать вперед. Там оснований для отмены его нет. Потому что вот именно на этом примере можно уже говорить людям, что надо за свои права отстаивать. Потому что мы стоим именно на том месте, который город пытался под реновацию для всего микрорайона отобрать у законных владельцев вот этого дома, Цандера-7, и для всех передать. Но это недопустимо. А сколько у вас времени ушло на эту борьбу? Подали мы в прошлом году, в марте месяце после всех этих событий, после запроса. И, но город, тот же судья Тверского суда отменял, сначала одна судья отказала нам в принятии искового, сказала, что по месту нахождения. Потом мы по месту нахождения здесь, в Останкинске. Мы подавали в Останкинске, Останкинске сказал, что нет, вы идите в Тверское. То есть нас туда-сюда. Никто не хотел принимать иск. Мы подали частную жалобу на указанное определение. И Мосгорсуд удовлетворил нашу жалобу и направил все-таки в Тверской. И Тверской суд принял только в прошлом году, в сентябре, где-то месяц в октябре. Вот все этот процесс шло разбирательство. Какими силами вы обладали, ресурсами вас? Вы каких-то адвокатов нанимали или только собственность? Я сам юрист и не хвалиться не буду, но практика у меня не только, но и по арбитражным процессам уголовного представителя потерпевшего. Поэтому есть борьба и отменяемое решение, вот судей бедняковое решение, судью восстановил, ой, судью восстановил, там сняли с учета. Но я не буду себя хвалить. А вот у меня такой вопрос. Если бы жители сюда не вышли в свое время, это было, я так понимаю, в начале марта прошлого года, когда первая атака вот тут самая началась. Если бы тогда удалось поставить забор, начать стройку, успели бы вы с этим иском? Нет, однозначно нет. Я вот уже хотел сказать, что вы спросили, что адвокаты кто-то, я говорю, вот адвокаты, это жители, которые они, они наши адвокаты, представители, мы их представляем. Шучу, конечно. Очень было мне приятно слышать, отсудить Мосгорсуда, почему вы не указали, что вот там борьба, что митинги, протесты в заявлении. Я говорю, мы только ссылаемся на нормы материального процессуального права, поэтому мы не можем прикладывать фотографии, которые вы... Но, по крайней мере, он, услышав о том, что там борьба и баррикады, то есть приятно, что они все-таки этим даже моментом интересуются. Приятно, приятно. Спасибо, еще раз поздравляю вас.